Всем привет! С вами Ирина Корнева. Сегодня тема выпуска. Какую дату лучше выбрать для свадьбы в 2023 году? Готовы? Погнали! Корнева Ирина! Ну, прежде всего, я хочу вам сказать о том, что я создала небольшой курс для свадебных организаторов, который позволит организаторам сделать скачок вверх, позволит делать более крутые, масштабные, интересные проекты. Этот курс также будет полезен и для невесты в том числе, поэтому, если интересно, ссылочку я оставлю в описании. Проходите, смотрите, уверена, что вам очень поможет то, о чем я рассказываю в этом курсе. Также, если вы давно подписаны на мой канал или только-только начали смотреть, и вам нравится то, что я делаю, вам помогают мои видео, то, конечно, я буду очень вам благодарна, если вы поможете развитию моего канала. Ссылочку я также оставлю в описании. Абсолютно любая сумма очень-очень поможет и поспособствует развитию и процветанию моего канала. Итак, погнали. Какую же дату лучше выбрать для свадьбы в 2023 году? Я специально для вас сделала календарик, в котором объединила сразу несколько календарей. Во-первых, выделила те даты, которые будут популярны относительно свадебной сферы, относительно стоимости и так далее. Во-вторых, я сделала... сюда же добавила календарик лунный и добавила сюда же календарик православный. И сделала вот такой вот большой красивый календарь, в котором все более-менее понятно мне. Ну, я сейчас вам расскажу, вам тоже будет понятно. Как вообще выбрать дату? Кто-то выбирает даты по календарю, кто-то выбирает даты по красоте даты, кто-то выбирает даты по своим семейным праздникам, а кто-то элементарно хочет сэкономить в эту дату. Я в этом видео буду называть популярные даты и сразу объясню, что значит популярные. Популярные даты, это означает, что стоимость услуг, площадок, подрядчиков будет дороже в эти даты, именно в эти даты. Сразу скажу, что пятница и суббота изначально по умолчанию дороже, а самые популярные, а значит и самые дорогие месяцы в году, это летние месяцы. Это июль, август, сентябрь и июнь на самом деле тоже. Учитывая это, вы должны понимать, что если я говорю, что эта дата будет популярная и востребованная, значит она будет дороже. То есть сэкономить на эту дату не получится. И если вы хотите сэкономить на организации свадьбы, отдавайте предпочтение соседним датам, то есть дороже относительно соседних дат. То есть популярность даты определяется тем, что это выходные, какой месяц, какая дата по красоте, отсутствие или не отсутствие поста. Ну и плюс, если еще эта дата благоприятна по лунному календарю, значит эта дата однозначно будет популярна. Но могу сказать одно, что если вы планируете сэкономить, то, конечно, если мы говорим про зимние месяцы, январь, февраль, март и даже немножко апреля, вы в любом случае, для вас это будет значительно экономичнее, нежели если вы запланируете свое мероприятие в летние месяцы. Однозначно будет экономичнее сделать в эти даты, потому что востребованность и популярность дат в зимние месяцы значительно меньше, чем востребованность и популярность дат в летние месяцы. Ну, а значит, что можно за те же деньги на самом-то деле сделать свадьбу значительно лучше, потому что не так много молодоженов будут хотеть делать свои мероприятия именно вот в эти месяцы. Итак, давайте начнем с января. Ну, естественно, расписаться в первые даты месяца января вряд ли получится, да, это первое, второе, шестое число, потому что большинство ЗАГСов во всех городах закрыты, это новогодние праздники, да и плюс ко всему, даже если захотелось бы сделать мероприятие в этой дате, скорее всего, вы уже не успеете, потому что эти даты будут заняты корпоративными мероприятиями, теми, кто не успел сделать корпоратив в декабре, скорее всего, начальные числа месяца января будут делать корпоративы. Поэтому я не буду останавливаться долго на этих датах, могу сказать только одно, что если вдруг вы захотите сделать мероприятие, например, вот в эти даты красивые, то, ну, где-нибудь, например, за границей, да, то, да, есть красивые даты. Действительно, это 01-01-23, это парное красивое воскресенье, соответственно, если вы в этот момент будете где-то отдыхать на островах, то почему бы не сделать себе красивые мероприятия, да, в эту дату. Ну и дальше уже пошли даты, когда вы еще можете успеть подготовить мероприятие и даты, когда вы еще можете успеть подать заявление в ЗАГС. Это первая дата, это 10-01-2023. Это зеркальная дата, это красивая дата, соответственно, да, поэтому, скорее всего, кто-то, да, кто хочет сделать мероприятие в январе, обратит внимание именно на эту зеркальную красивую дату. Следующая дата, это 21-01-23. Эта дата выпадает, во-первых, на субботу, поэтому относительно там тех же начальных дат января, да, или начальных дат, там, конечных дат, наоборот, декабря, да, скорее всего, эта дата будет также востребована, ну, потому что, почему нет, да, как говорится. Во-первых, это дата красивая 21-01-23. Во-вторых, эта дата выпадает на субботу. В-третьих, в этот день, день объятий, соответственно, те, кто соблюдают эти праздники, да, те, кто верит в эти праздники, могут выбрать эту дату. Но ещё раз хочу повторить, что любые те даты, про которые я буду говорить сейчас, зимние даты, они относительно летних дат будут менее востребованы в любом случае. То есть востребованность дат зимних, я сейчас говорю, именно относительно соседних дат этого месяца. Да, ещё раз, учитывайте вот этот момент, что это не значит, что востребованная дата февраля будет равна востребованной дате августа. Это совсем не так. Август в любом случае будет более востребованный, будет более дорогая относительно февраля. Следующий день 23-01-23, это зеркальная, опять же, дата, зеркально отражается с годом, да, 23-23. Плюс ко всему этот день по лунному календарю считается прям вот очень хорошим, прям вот замечательным для создания семьи. Плюс на эту дату, опять же, не выпадает никаких постов и ничего. То есть, в принципе, тоже достаточно удачная дата, но будет ли она сильно популярна, не думаю, честно говоря. Ну, потому что это понедельник. Понедельник, в принципе, обычно не очень популярные даты для мероприятий. То есть я не думаю, что будет какие-то повышения цен на этот день или ещё что-то такое. Но, тем не менее, дата достаточно хорошая по всем календарям. Далее 27-01-23, это дата, которая хороша по лунному календарю, но по всем остальным параметрам, в общем-то, ну, такая себе, да. Ну, то есть, в принципе, она неплохая с учётом того, что это пятница. В пятницу это всегда хорошо, да. В пятницу, в пятницу, в субботу в свадебной сфере это плюс-минус одинаковые равносильные даты, дни, да. В пятницу и субботу. В воскресенье уже меньше спроса на воскресенье. Вот в пятницу и субботу хорошие дни для мероприятий. Поэтому, возможно, да, на эту дату тоже будет спрос. Но не думаю, что будет какой-то прям супербольшой ажиотаж, потому что ещё эта дата выпадает на пост. Ну, соответственно, да, сами решайте, как говорится. Следующее у нас идём к февралю, да. Здесь у нас достаточно много дат, которые могут быть востребованы и популярны. Первое – это 020223, это парные числа, красивые 0202. Поэтому вполне вероятно, что эта дата будет популярна. Плюс она выпадает на четверг, середина недели. Здесь нет никаких постов, и она очень хороша по лунному календарю. Соответственно, будет ли ажиотаж, будет ли спрос? Да, вероятно, что будет спрос на эту дату. Да, возможно, будет достаточно, ну, не то чтобы сложно, но будет чуть более повышенный спрос на те же площадки, фотографов, видеографов на эту дату, нежели там, например, 010123, да. Далее, следующая дата – 03-02-23. Еще одна дата, которая, возможно, будет популярна. Ну, это красивая тоже дата, да, 03-02-23, во-первых. А во-вторых, эта дата благоприятна по лунному календарю, но на эту дату выпадает пост. Но это пятница, поэтому, опять же, скорее всего, дата будет востребована. Следующая дата у нас с вами – это 13-01-23. 13-01-23 – это красивая дата, поэтому думаю, что также кто-то захочет создать свою семью. Полонному календарю ничего, по посту никаких постов нет, поэтому вполне возможно, что 13-01-23 также будет, ну, достаточно популярной датой. Но не такой популярной, как 14-02-23, потому что, ну, во-первых, опять же, эта дата выпадает в вторник. В вторник – это всегда лучше, чем понедельник. Во-вторых, в эту дату нет никаких постов. И, в-третьих, это дата, когда праздник День Святого Валентина, то есть кто празднует эти праздники. Вот, например, мы со своей семьёй празднуем этот праздник по сей день, и нам нравится он, мы поздравляем друг другу День Святого Валентина, День всех влюблённых. Поэтому в эту дату обычно есть спрос на площадки, на фотографов, на фидеографов и так далее. Поэтому если вы планируете свои мероприятия, думаете, да, у меня там в середине января начну подготовку, то вполне возможно, стоит уже задуматься, потому что может быть такое, что дата будет уже занята на этот день. Следующая дата, которая, возможно, будет пользоваться спросом, это 20.02.23. Но это красивая зеркальная дата, во-первых, поэтому, возможно, она будет пользоваться спросом. В эту дату нет строгого какого-то поста, в эту дату ничего не говорит лунный календарь, поэтому вполне вероятно, что она будет пользоваться спросом. И далее 23.02.23. Ну, опять же, здесь несколько факторов сошлось. Нет строгого поста. Этот день выпадает на четверг. То есть это уже хорошо, когда это четверг, а не понедельник. И плюс ко всему, это День защитника Отечества. Вполне вероятно, что в этом году, как раз-таки в эту дату, будут жениться пары. Ну, сами понимаете, почему. Я думаю, что в этом году как-то будет более востребована эта дата, нежели в какие-то другие года. Тем не менее, лунный календарь рекомендует в феврале 24 февраля и 26 февраля. То есть 24 февраля и 26 февраля по лунному календарю это такие прям вот очень хорошие даты для создания семьи. Будут ли они популярны? Не могу сказать, не думаю. Но лунный календарь говорит, ребята, женитесь именно в этот день. Итак, медленно, но верно, мы с вами пришли к марту. В марте здесь у нас поменьше дат, которые такие прям очень популярные. Но тем не менее. Почему март такой, не такой популярный, я думаю, будет? Ну, во-первых, погода, да, уже как-то не особо там снежно, да, уже какая-то такая немножечко погода непонятная. Это первое. Второе. На весь март выпадает строгий пост. Поэтому если вы или ваши родственники, близкие верят и соблюдают строгий пост, то, возможно, вам стоит пересмотреть и выбрать какой-то другой месяц. В то же время в марте есть красивые даты парные. Например, 03.03.23 — это красивая дата, которая выпадает на пятницу, во-первых. А во-вторых, лунный календарь говорит о том, что, ребят, хорошая дата, женитесь. И 5.03.23 — также хорошая дата по лунному календарю. Следующая дата — это День любви. И в некоторых странах считается 12.03.23, которая, возможно, будет популярна, но не факт, что в России, так скажем, да. Дальше. 23.03.23 — это зеркальная красивая дата. Тоже вполне вероятно, что, может быть, она будет пользоваться спросом. Не думаю, что будет ажиотаж, но спросом, возможно, она будет пользоваться. По лунному календарю хорошие даты 24.03.26. Кстати, по поводу 23.03.23 здесь двойная красота этой даты. Во-первых, она красивая, потому что зеркальная, да, 23.03.23. Во-вторых, в этот день — это День Святого Георгия и День влюблённых в Испании. Поэтому, возможно, если вы хотите сделать мероприятие в Испании, можно будет поехать и сделать, и там будет, наверное, погодка получше, чем у нас здесь в России. 24.03.23 и 26.03.23 по лунному календарю — это тоже хорошие даты для мероприятия. Ну и 30.03.23 — это зеркальная дата 30.03.23. Вполне возможно, что тоже она будет пользоваться спросом, но не думаю, что будет какой-то прям большой ажиотаж. Так, давайте теперь к апрелю пришли мы с вами. 2 апреля по лунному календарю хорошая дата для создания семьи. Следующая хорошая дата, красивая, точнее, дата — это 04.04.23. Это красивая дата парная, да. Опять же, апрель — это такой, знаете, месяц раскачки. Обычно, когда молодожёны планируют своё мероприятие, то, начиная с апреля, уже потихонечку начинаются прям-таки появляться ажиотажные даты мероприятий. Раньше частенько было такое, что Красная Горка выпадала на апрель, поэтому апрель — это был прям такой мега-ажиотажный месяц. Сейчас, в этом году, Красная Горка вышла на другой месяц, но, тем не менее, в апреле уже больше будет спроса, чем в январе-феврале, например. 23.04.23 — это ещё одна дата, которая красивая достаточно. На эту дату не выпадает никаких там строгих постов, ничего такого. Плюс это воскресенье, поэтому вполне возможно, что в этот день, и плюс уже дело к маю, да, то есть уже, скорее всего, погодка будет получше. Вообще могу сказать, что по статистике, я вот смотрю, знаете, каждый год на апрель, где-то к концу апреля, начиная там с 27-го, 28-го апреля, становится тепло, прям вот очень тепло, вплоть до того, что там, условно, мы там 2 недели назад приезжали на площадку, был ещё лёд, а 30-го там апреля мы ходим уже в футболках. Поэтому думаю, что начиная вот как раз-таки вот с конца апреля, будет уже такой, знаете, будет такой повышенный спрос на даты. Поэтому если у вас есть сомнения, когда, в какой момент сделать своё мероприятие, обращайте тоже на это внимание. По лунному календарю 22-е, 0-3-е, 22-е, 23-е — это хороший день для создания семьи, плюс в этот день никаких постов, ничего такого нет, поэтому, в общем-то, и плюс он ещё выпадает на субботу, поэтому дата, в общем-то, конечно, такая неплохая получается. Ну и плюс продолжить можно своё мероприятие и 23-03-23, да, 23-04-23, прошу прощения, будет 2 в 1, так скажем, по лунному календарю и красивая дата. Ну и плюс по лунному календарю 30-04, заговариваясь, 23 — это тоже хорошая дата для создания семьи, плюс не выпадает никаких постов, поэтому, в общем-то, я бы обратила на эту дату прям вот пристальное внимание, честно скажу вам. Ещё почему эта дата будет, скорее всего, популярна, 30-04, да, 23? Потому что это дата за один день до Красной Горки, потому что в этом году, 1 мая, будет Красная Горка. Красная Горка — это день, когда считается очень хорошо создавать семью, это день, когда считается, да, опять же, что семья будет благополучная, успешная, что отношения будут очень крепкие в семье, поэтому многие, соблюдая вот эти каноны, хотят пожениться именно на Красную Горку. Ну, соответственно, Красная Горка в этом году выпадает на понедельник, поэтому я думаю, что 30-04-23 будет, скорее всего, такая достаточно популярная дата. Ну, то есть, если вы планируете и думаете, да так, когда же мне лучше там пожениться, когда же нам лучше пожениться, 22-го там апреля или 30-го апреля? Имейте в виду, что 30-го апреля, там, 23-го апреля или 30-го апреля? Имейте в виду, что 30-го апреля, скорее всего, ажиотаж будет больше, потому что вот, пожалуйста, на следующий день уже Красная Горка. Так, ну, с Красной Горкой мы уже проговорили, да, 1-е мая, в этот день не выпадает никаких постов, ничего, соответственно, да, этот день популярный будет, поэтому, ну, популярный опять, относительно популярный, да, потому что это понедельник. Тем не менее, да. Следующая дата, которая по лунному календарю считается неплохой, это 2-е мая, 0-2-е, 0-5-е, 23-е. Будет ли она популярна? Не думаю, честно сказать, но, тем не менее, вот лунный календарь очень рекомендует выбирать именно эту дату. Дальше, 5-е мая, 0-5-0-5-23, вот здесь вот, скорее всего, будет уже прям достаточно популярная история. Почему? Потому что, во-первых, это майские праздники, на майские праздники это большие выходные, и, соответственно, скорее всего, молодожены захотят выбрать эту дату, чтобы продлить выходные для своих гостей, для себя, соответственно, да, плюс, это первый день после Красной Горки, первые выходные, да, после Красной Горки, плюс это пятница, в общем-то, а, не выходные, да, пятницы, ну, пятница, то есть, в общем-то, все хорошо, но есть одно но. В этот день выпадает пост, поэтому, если, ребята, вы или ваши родственники в это дело верят, то здесь, опять же, можно выбрать следующую субботу, например, или следующий вообще день после 5-6 мая, и тогда все будет хорошо. Так, дальше. Следующая дата, которая будет пользоваться, скорее всего, спросом, это 16.05.23. Ну, опять же, пользоваться спросом так относительно, да, потому что это считается, что это отличный день для свадьбы, кто хочет сохранить свои отношения в секрете от окружающих. Это день святого Яна Непомудского. То есть, опять же, если вы в это верите, да, если вы соблюдаете все эти православные законы, то, конечно, для вас это будет отличный день для мероприятий. Будет ли это прям супер ажиотаж? Я не думаю, скажу вам честно. Думаю, что скорее ближе к концу мая ажиотаж будет. Далее, там 20-21. Значит, 21-й хороший по лунному календарю, день 20-й. Я бы тоже, честно говоря, уже поставила бы как день, когда, скорее всего, будет уже спрос на эти даты, потому что это, во-первых, суббота, не выпадает ни на какие посты, ничего такого плохого нет. И вполне вероятно, что в этот день тоже молодожены захотят создавать свои семьи. Дальше, 23-е, 05-е, 23-е, это зеркальная дата красивая. Может быть, может быть, спрос будет, потому что это уже ближе к лету, это уже ближе к июню, поэтому, может быть, в этот день пары захотят расписаться, как минимум, а свадьбу сделать 27-го. Вот здесь тоже очень важный момент такой, что частенько бывает такое, что ребята расписываются в красивую дату, а свадьбу делают в первую субботу или, там, в первую пятницу после этой красивой даты. Соответственно, вы можете подумать, ну, 23-05-23 будет ажиотаж, да, будет большой спрос, но большой спрос будет, скорее всего, на роспись в ЗАГСе, но при всем при этом на площадке, фотографов, ведущих и все остальное спрос большой будет именно в следующую субботу после красивой даты. То есть ребята расписались, а свадьбу сделали в субботу. Соответственно, я здесь никак не выделила, но 27-е, 05-е, 23-е, скорее всего, все-таки в этот день спрос будет такой повышенный. 31-05-23, это, получается, практически последний день весны. Этот день хорош по лунному календарю, но не очень хорош по православному календарю. Плюс эта среда, будет ли повышенный спрос, не думаю, не думаю. Теперь мы пришли с вами в июнь. Вот, знаете, сейчас начинаются такие вот июнь, июль, август, сентябрь. Это четыре месяца самых ажиотажных дат, когда действительно все практически выходные пользуются сумасшедшим спросом. Ну, а, соответственно, если еще и все пазлы сойдутся и по лунному и православному календарю, еще сойдется пазл, то, соответственно, понимаете, да, что, скорее всего, это будет прям популярные даты. Итак, первое. Второе, 06-е, 23-е. Это дата хороша по лунному календарю, но при всем при этом думаю, что спросом будет пользоваться больше все-таки 3-е, 06-е, 23-е, потому что красивая дата, во-первых, 03-06-23. Во-вторых, это первая суббота лета. И начиная вот с первой субботы лета, обычно прям спрос такой достаточно повышенный на бронирование площадок, подрядчиков, фотографов. Поэтому если вы сомневаетесь и думаете, начну-ка я готовиться в феврале, например, или в марте, то я рекомендую вам начать готовиться заранее, заранее, чтобы избежать вот этого вот повышенного спроса. Соответственно, если вы избегаете повышенного спроса, вы можете выгоднее забронировать площадку или, в принципе, забронировать ту площадку, которую вам хочется, чтобы не было такого, что она будет занята уже на тот день, когда вы захотите. Выгоднее забронировать там фотографов, видеографов и так далее. Следующая дата 06-06-23, это парная дата, плюс это день рождения Пушкина, день рождения моей дочки, еще по секрету вам скажу. Поэтому будет ли спрос, не думаю, но в этот день не выпадает, в общем-то, не выпадает никаких постов. Поэтому, возможно, также в эту дату будут жениться, приходить в ЗАГС, но праздновать свои мероприятия, скорее всего, будут 10-06-23. Соответственно, 10-06-23, скорее всего, будет достаточно популярная дата. Далее, 17 июня, 24 июня, но здесь вообще даже обсуждать нечего. В любом случае, субботы будут пользоваться спросом более повышенным, нежели вторники, понедельники, среды. Поэтому, повторюсь еще раз, если вы планируете свои мероприятия летом или в начале осени, в сентябре, то здесь можно даже не задумываться. В любом случае, скорее всего, та дата, которую вы выберете, будет достаточно популярная. Далее, 20-е, я имею в виду та дата субботняя, которую вы выберете. Дальше, 20 июня, 23 июня, 30 июня, это даты популярные по лунному календарю, хорошие. Плюс 23-06-23, вы понимаете, да? Мало того, что это пятница, во-вторых, она хороша по лунному календарю. Скорее всего, конечно, она будет пользоваться спросом, несмотря на то, что на эту дату выпадает строгий пост. Скорее всего, будет ажиотаж достаточно большой возле этой даты, поэтому 23-06-23, большая вероятность, что будет повышение цен на площадок, повышение цен на фотографы и так далее. Далее, в июле. В июле, видите, я вот прям вот красненьким таким овальчиком выделила все субботы июля, потому что в июле, в августе все субботы будут пользоваться сумасшедшим спросом. Вот, гадалки не ходи. Но при всем при этом здесь есть еще и такие особенно примечательные даты, да? Например, 2-е июля – это день, когда по лунному календарю благоприятный день для создания семьи. 6-е, 0-7-е – это всемирный день поцелуев, да, 06-07-23. Поэтому вполне возможно, что если вы увлекаетесь, да, вот этими вот какими-то праздничными мероприятиями, да, и следите, да, в какой день, какой праздник, то также для вас эта дата будет интересная. 07-07-23, опять же, скорее всего, будет прям такой прям ажиотажной датой. Во-первых, 07-07 – это красивая дата, плюс это пятница, поэтому большая вероятность, что будет ажиотаж. В то же время, кстати, на 07-07-23 выпадает пост не строгий, но тем не менее, да, но при любом раскладе дата будет достаточно ажиотажная. 08-07-23 – 100% будет мега ажиотажная дата, прежде всего, потому что это день семьи, любви и верности, и многие, кто празднует этот праздник или там соблюдает его, да, то и знают, да, существование этого праздника, захотят создать свою семью именно в этот день. 08-07-23 плюс ко всему этот день выпадает на субботу, поэтому, ну, 100% прям прям будет очень-очень ажиотажный день. Соответственно, если вы планируете на эту дату делать свои мероприятия в эту дату, то уже прямо сейчас вам нужно озаботиться тем, где у вас, где пройдет мероприятие, кто будет вашим декоратором, кто будет вашим фотографом, организатором и так далее, потому что эта дата займется 100% максимально быстро. Ну, про даты 15-е, 22-е, 29-е даже говорить не буду, ребят, 100% будут популярные даты, это июль, конец июля, прям вот 100%. Уверена, что на многих площадках, в принципе, эти даты уже заняты, честно говоря, потому что много кто откладывал свои мероприятия, кто-то из-за ковида, кто-то из-за других обстоятельств, да, которые возникли в нашей стране, кто-то еще там из-за чего-то, да, у кого-то там, кто-то там переживал из-за какой-то нестабильности, поэтому много кто откладывал, откладывал и уже махнули рукой, решили просто делать мероприятие, поэтому, скорее всего, да, эти даты будут прям востребованы. Следующая дата хорошая по лунному календарю, плюс красивая дата зеркальная 23.07.23. Здесь вообще совпало, опять же, прям несколько моментов. Во-первых, это зеркальная дата 23.07.23, красивая. Во-вторых, это день Ивана Купалы. Да и в-третьих, это еще день, когда нет никакого поста и день, когда по лунному календарю он максимально благоприятен. Да, это воскресенье, но при всем при этом он прям вот по всем параметрам максимально благоприятен. Поэтому думаю, что он также будет пользоваться повышенным спросом. Ну и 28.07.23, опять же, это день, когда лунный календарь прям рекомендует жениться. Поэтому будет ли он пользоваться повышенным спросом? Да думаю, что будет. В Леонидовске будет, потому что это пятница, конец июля. Если субботы заняты, то ребята выбирают пятницу или просто выбирают пятницу, чтобы подольше длилось мероприятие, чтобы сделать второй день спокойно, третий день уже отдохнуть и с понедельника уйти на работу. Поэтому, да, скорее всего, будет. Дальше, приходим с вами к августу. Здесь я опять же выделила сразу овальчиком все абсолютно субботы августа. Я бы здесь еще добавила все пятницы августа, потому что уже даже сейчас у многих моих коллег, на многих площадках, то есть ты звонишь, спрашиваешь на какую-нибудь там дату августа, 5 августа, 19 августа, и уже даже сейчас площадки говорят, да нет, ребята, что, о чем вы говорите? Я могу вам сказать, что у нас, например, вот эта дата, она занялась прям уже очень давно. Вот эта вот дата 5 августа. Поэтому, конечно, в августе 100% все субботы будут достаточно востребованы. Тем не менее, да, давайте мы с вами обсудим, какие еще есть красивые и благоприятные дни, когда можно в августе создать семью. 1 августа – это, значит, день кельтского божества, когда считалось, что хорошо создавать свою семью, но опять же здесь кто во что верит, как говорится. Дальше следующее. 8.08.23 – это красивая дата 08.23. Конечно, эта дата выпадает на вторник, поэтому вполне вероятно, что она не будет пользоваться большой популярностью. Тем не менее, на эту дату не выпадает никаких постов строгих, поэтому, кто знает, да, в общем-то, либо она будет пользоваться популярностью только у ЗАГСов, либо она будет пользоваться популярностью у ЗАГСов и на банкетных площадках. Возможно, банкетные площадки как раз-таки заберут на себя те пары, которые делали роспись 8-го числа. То есть как раз 12-го числа будет занято теми ребятами, которые поженились 8-го. Далее, 20-го числа, 21-го числа, 20-го августа, 21-го августа – это дни благоприятные для создания семьи по лунному календарю, но тем не менее эти дни выпадают на строгий пост, поэтому не уверена, что они будут прямо… Не уверена, что 21-го августа будет очень популярной, но 20-го августа будет популярна 100%. Безусловно, 26-е августа будет популярна, во-первых, это суббота августа, во-вторых, это хорошая дата по лунному календарю, в то же время он выпадает на строгий пост. Но несмотря на все, на какие-то вот эти обстоятельства на вот это то же время, все равно эта дата будет очень-очень-очень востребована. Далее, мы с вами пришли к сентябрю. К сентябрю. Так, смотрим, смотрим, что у нас здесь по сентябрю. Ну, так, значит, первая дата у нас по сентябрю – это, ну, во-первых, да, 2-й сентября. 2-й сентября будет 100% популярным, но я хочу вас сейчас предостеречь, смотрите. Она вроде бы, да, казалось бы, 02-09-23, да, то есть, в общем-то, не особо такая красивая дата обычная, да, ничего такого нет в ней. Но здесь важный момент – не выпадает никаких строгих постов, никаких там ограничений, ничего. Это суббота, это первая суббота после августа. Те ребята, которые хотели пожениться в августе, но по какой-то причине не успели там попасть на площадки, они 100% будут переноситься на сентябрь, на первые числа сентября. Второе, девятое, даже, может быть, на шестнадцатое. Но здесь, опять же, важный момент. Если вы будете планировать свою свадьбу 2-го сентября, имейте в виду, что 1-го сентября очень сильно повышаются ценники на цветы к празднику, да, к Дню Знаний. Поэтому 2-го сентября, скорее всего, ценники на цветы будут достаточно повышены. То есть они повышаются прямо значительно, процентов на 20-30 иногда. Поэтому, если вы планируете свою свадьбу 2-го сентября или 1-го сентября, имейте это в виду, что ценник на цветы может быть очень-очень повышен. Поэтому ваш декор может выйти... То есть площадка, может быть, и не будет там какая-то очень дорогая, да, там не будет повышена цена на площадку фотограф-видеограф, но по декору может быть дороже, да, нежели там того же 9-го или 16-го сентября, если вы будете делать мероприятие. Так, далее. Из красивых дат 0-9-09-23. Соответственно, да, красивая парная дата, поэтому... Ну, опять же, сюда здесь не упадает никаких постов, поэтому большая вероятность, что она будет очень популярна, плюс это суббота. Дальше 16-09-23, это суббота, опять же, сентября, скорее всего, будет популярна, плюс она не упадает ни на какие посты, и плюс в этот день по лунному календарю прям вот очень благоприятно жениться. И 23-09-23, соответственно. Это одна из немногих дат в этом году, которая выпадает на субботу, именно зеркальных дат, которая выпадает на субботу. 23-09-23, да, если посмотреть в другие месяцы, то другие месяцы 23-е число выпадает на... Ну, вот разве что в декабре еще. Другие месяцы 23-е число выпадает на другие дни недели, поэтому 100% эта дата будет очень востребована. 23-09-23, прям вот 100%. Если вы ткнули пальцем, да, пусть это будет конец сентября, не посмотрели, какая это дата, то имейте в виду, что вполне вероятно, что в эту дату будет сложно найти площадку, сложно найти фотографа, видеографа, либо цена будет завышена, да, на эту дату, потому что это красивое. Далее, 28-е, 0-9-е, 23-е, это дата, которая такая достаточно благоприятная по лунному календарю, поэтому вполне возможно, что те ребята, которые верят, соблюдают, тоже будут стараться бронировать площадки и всех остальных именно на этот день. Дальше пришли мы с вами к октябрю. Ну, в октябре уже ажиотаж немножечко утихает. В ноябре это самый такой месяц, когда ажиотажа маловато, а декабрь, он снова идет по возрастающей, да, как говорится. Почему в декабре по возрастающей, расскажу. Итак, октябрь, 1-е октября 23-го года, это дата такая красивая, во-первых, да, это красивая зеркальная дата, плюс в этот день выпадает, не выпадает, точнее, никаких постов, и плюс по лунному календарю эта дата достаточно благоприятная. Будет ли она популярна? Думаю, что будет, как и 30-е сентября будет популярна, так и 1-е октября будет популярна, потому что, ну, разница между 30-м сентября и 1-м октября, честно говоря, минимальна. Следующая дата красивая, 10-е, 10-е, 23-е, это вторник октября. Не думаю, что она будет прям супер популярна, но, тем не менее, для росписи в ЗАГСе, возможно, ажиотаж будет, да, возможно, захочется ребятам именно в такую красивую дату создать семью. Ну и, соответственно, те ребята, которые 10-го, 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 23-го поженятся, вполне возможно, что они будут сделать мероприятие как раз-таки 14-го октября. И 14-го октября, соответственно, будет достаточно популярна, как и 15-е октября, потому что 15-е октября по лунному календарю благоприятно, нет никаких постов, ничего, поэтому вполне возможно, что эти даты тоже будут достаточно востребованы. Следующая дата красивая, 23-е, 10-е, 23-е, не думаю, что она будет популярна очень, но, тем не менее, это красивая зеркальная дата, и вполне возможно, что захотят, опять же, расписываться в эту дату. Ну и по лунному календарю 27-е октября тоже считается прям очень-очень хорошая дата. Дальше мы с вами пришли в ноябрь, в ноябре, значит, из таких вот прям удачных считается дат, это 11-11-23, это считается прям один из самых удачных вариантов даты для свадьбы в 2023 году, 11 ноября 2023 года. Ну, соответственно, да, если вы выбираете между 1-м ноября, там, или 4-м ноября и 11-м ноября, то, конечно, 11 ноября это прям считается супер удачный день 2023 года, плюс он не выпадает ни на какие посты, плюс это суббота, то есть прям вот все пазлы сошлись, поэтому эта дата вполне вероятно будет достаточно востребована, несмотря на то, что это ноябрь. А остальные дни ноября, не думаю, что будут прям супер популярными, честно вам скажу, потому что, ну, ноябрь, в принципе, это такой месяц достаточно невостребованный обычно у молодоженов, он такой достаточно, ну, все достаточно спокойно к нему относятся. Кстати, это один из самых хороших месяцев для экономии бюджета, потому что в этот момент закончился уже сезон, в этот момент еще не начался сезон корпоратива в декабрьских, да, в то же время, то есть такой достаточно простойный для площадок месяц, поэтому площадки с огромной радостью делают какие-то спецпредложения, делают какие-то подарки и прочее, ну, не только площадки, все остальные, да, подрядчики и фотографы, и видеографы, ведущие, все-все-все, кто работают на мероприятиях. Поэтому, если вам хочется как раз-таки сэкономить бюджет, если хочется сделать получше за тот же бюджет, например, да, то ноябрь – это прекрасный месяц как раз-таки для того, чтобы сделать чуть лучше за те же деньги. Так, 23, 11, 23, опять же, это красивая дата, ну, и плюс благоприятные по лунному календарю даты 19, 26 и 20 ноября, соответственно, да, и теперь мы с вами пришли в декабрь, значит, по поводу декабря. Здесь такой момент. Декабрь – месяц востребованный, иногда он по цене равен августу. Почему? Потому что в декабре начинаются корпоративы, причем они начинаются, корпоративы начинаются прямо вот с начала декабря зачастую, да, то есть я, вот сейчас, например, идет декабрь, да, и я могу сказать, что уже сейчас идут корпоративы, уже сейчас активно компании что-то, ну, уже празднуют Новый год, да, уже активно готовятся и так далее. Поэтому, если вы планируете делать мероприятие в декабре, учитывайте это заранее, то есть планируйте прямо вот очень заранее свое мероприятие, чтобы как раз-таки не получилось такого, что вы попали на какой-то популярный день корпоративщиков, и вы конкурируете, да, с этими корпоративщиками, которые отдают, готовы отдать большой бюджет за площадку, большой бюджет за артистов, за ведущих в противовес вашему бюджету, да. Итак, из красивых дат, 07.12.23, это День Святой Екатерины. Раньше именно в эту, именно эту святую девушки просили о хорошем муже. 07.07.2023 года будет как раз-таки День Святой Екатерины. Поэтому, ну, тоже интересно, да, если соблюдаете, то интересно. В этот день выпадает, этот день выпадает на строгий пост, ничего не могу сказать по лунному календарю, но то, что он такой достаточно неблагоприятный получается, да, не на строгий пост, на обычный пост, да, то, что он достаточно неблагоприятный по православному календарю получается, это факт. Далее, 12.12.23 года, это парная красивая дата, 12.23, соответственно, и из таких хороших дат по лунному календарю, это 17.24.18.22, но все эти даты выпадают на пост, а какие-то даже на строгий пост, да, например, 22 декабря. В то же время 22 декабря, это пятница, и это один, одна из самых популярнейших дат для корпоративов. Одна из, вот, пятницы и субботы, да, в конце декабря. Ну, соответственно, скорее всего, ценник будет прям космос. 22 декабря, 23 декабря, плюс еще и красивая дата, 23.12.23 выпадает на субботу, да, да и, в общем-то, даже 21 декабря, тоже красивая зеркальная дата, 21.12.23. Скорее всего, ценник будет прям вот космос на площадках, потому что, повторюсь, вам придется конкурировать с корпоративщиками, которые планируют свое мероприятие на вот эти даты. Итак, мы с вами разобрали, да, все даты 23 года. Обязательно посмотрите этот выпуск до конца. Обязательно, ну, я надеюсь, что посмотрели, да, обязательно еще раз возьмите прям календарик, обязательно еще раз все сверьте, может быть, даже уже задайте вопросы на банкетных площадках или организаторам, заняты они или свободны на эти даты, чтобы не получилось так, что вы-то думали, что, ну, подумаешь, у меня там в начале июня, да, допустим, свадьба, ну, или подумаешь, у меня там в конце апреля свадьба, я думаю, что в этот день никто не захочет жениться, а выяснится, что очень даже захотят, и вполне возможно, что в эту дату вы не сможете попасть на ту площадку или даже не сможете попасть на то время в САГС, который вы заранее планировали. Всего хорошего, мои дорогие, напоминаю вам, что если вам интересна моя деятельность, если вам нравятся те выпуски, которые я для вас создаю, если вам хочется помочь моему проекту, то ссылочку я оставлю в описании. Любая сумма действительно поможет развитию моего канала. И также я оставляю ссылочку в описании для тех, кто планирует свое мероприятие, для невест и для организаторов, чтобы вы становились лучше и ваши проекты становились более масштабные, объемные и интересные. Все, на этом мы с вами прощаемся и пока-пока.